Итак, ребята, в Брукхейвен вышло новое обновление, и что же нам Вульфпак новенького добавил? А добавил он нам подземный банк! Это что вообще такое? И туда добавили больше украденного золота, больше бриллиантов, биткоины, офигеть! И это все типа в новом подземном банке, и написано, что локация в банке. Ну, я даже не знаю, давайте, конечно, посмотрим, что же там за подземный банк такой, и что же нам Вульфпак там нового добавил? Мне очень интересно, я даже не знаю, я даже не знаю, как туда попасть еще. Может быть здесь... Да, смотрите, офигеть! Теперь у нас в банке добавили лифт! Ничего себе! Предлагаю на всякий случай взять вот такую карточку. О, смотрите, здесь новая карточка появилась, походу, вот такая вот, офигеть! Так, вот это, мне кажется, карточка как раз для подземного банка. Но перед этим я, конечно, хочу проверить, может быть, здесь тоже что-то изменили? Но вроде как нет, вроде все по-старому. Давайте же тогда смотреть, что нас ждет сейчас в подземном банке. А, да, смотрите, вот эта карточка, и теперь, смотрите, офигеть, тут какие-то кнопки. Нифига себе, я приехала! Так, давайте посмотрим, что здесь. Во-первых, здесь какая-то комната... Опа, здесь уборная. И давайте посмотрим... Смотрите, она какая-то странная, не просто так. Я хочу сейчас разобраться с этим. Но это, вот эта карточка, это да, для лифта, смотрите, вот для лифта. Хорошо, а если я вот эту карточку сюда прикладываю? Она все равно сюда приезжает. Я не понимаю, почему здесь просто несколько кнопок в лифте. Ладно, давайте сейчас разберемся сначала с этой уборной. Итак, здесь у нас есть топор. Топор в банке. Ребята, это точно какая-то секретка, потому что... Зачем топор в банке? В уборной? Это очень странно. Так, мне кажется, здесь стопудово есть какая-то секретка. Будем сейчас стараться ее искать. Но пока что, пока что я сейчас буду проходить в этот банк. Ага, так, это свет. И я так понимаю, с этой карточкой тоже проходим. Да, смотрите, мы сейчас проходим вот с этой карточкой. Открывается у нас вот эта штука. Супер, давайте посмотрим, что здесь. Здесь на самом деле просто что-то невероятное вообще. У нас здесь, во-первых, лазерные эти штуки. Здесь топор лежит. А, здесь какой-то ключ. Офигеть, здесь какой-то ключ. Ребята, это стопудово секретка, потому что мы все знаем то, что у нас есть в доме замки тоже ключ. Он открывает большой секрет. Это стопудово секретка. Я просто в шоке. Хорошо, давайте сейчас будем, значит... Я так понимаю, надо прыгать? Я даже не знаю, что будет, если не прыгать. Так, ну хорошо. Но офигеть! Нифига себе! Я задела, получается, и меня полностью выкинуло. То есть здесь через эти лазерные штуки просто так не пройти. Здесь реально надо прыгать. Хорошо, вот это уже, ребята, реально опасно. Хорошо, так, вот сюда прыгаю. А, блин! И что, Метер, так каждый раз будет выкидывать? Офигеть, что за жесть вообще? Ладно, давайте попробуем еще раз. Если нет, я не знаю, я буду использовать фрикэм. Так, фух, фух. И последнее осталось. Вот так. Так, очень опасный момент. Очень опасный. Оп! И все, мы прошли. Так, ребята, отлично. Мы прошли этот, я не знаю, обби или что. И здесь мы натыкаемся на первую комнату. Давайте сейчас приложим карточку. А карточка-то не прикладывается? Серьезно? Это очень странно. Карточка не прикладывается. Карточка не срабатывает. Давайте попробуем первую карточку. Возможно, что мне нужно было идти сначала не сюда. Но хорошо. А возможно, что эта штука не открывается. Но смотрите, здесь специальный отсек для ключ-карты. Поэтому стопудово должно открываться. Но, видимо, либо не с этой картой, либо я не знаю. Но давайте сейчас я просто попробую поставить спальный мешок. Так сказать. А почему он не ставится? У нас здесь не ставится спальный мешок? Серьезно? Жесть! Просто, ребята, жесть! Вульфак сделал все суперсложно. Здесь не ставится спальный мешок. Но есть фрикэм, работает везде. Итак, давайте посмотрим. Здесь у нас такой ящик с золотом или с биткоинами. Ого! И здесь новая сумка. Такая же сумка, как с деньгами, только сумка с золотом. Хорошо. Давайте тогда просто вернемся. Я не буду дальше проходить этот квест. Так, хорошо. Проходим дальше. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь, смотрите, тоже какая-то штука. И сюда просто так не пройти. Ребята, здесь нужен реально этот ключ. Слушайте, а может быть топор нужно тогда взять? Разбить вот эту штуку? Я не знаю, давайте попробуем сейчас вот на такой. Либо попробую... О, да, разбилось! Так, теперь понятно, для чего нужен топор. Мы забрали этот ключ. Офигеть! Теперь все ясно, но куда этот ключ надо прикладывать? Потому что в том отсеке была штука для карты. Ладно, но мы сейчас с этим разберемся. Главное, мы забрали ключ. Давайте сейчас приложим эту карточку. А, или смотрите, или вот сюда нужно, мне кажется, вот этот ключ. Да, смотрите, вот чтобы пройти в эту комнату, нужен ключ. Офигеть! И вот так, если я прикладываю, то дверь открывается снова. Понятно. Дальше. Теперь разбираемся здесь. Что здесь реально так сложно везде пройти? Я вообще не понимаю. Давайте попробуем ключ-карту. Я, мне кажется, что-то упускаю, и что-то я не смогла забрать, или я не знаю, но почему-то я не могу туда попасть. Здесь, видимо, тоже, очевидно, определенно, точно что-то нужно, но я не знаю, что. Возможно, здесь какой-то код. Я не могу туда пройти. Но там, давайте посмотрим, что там. Там у нас вот такая вот камера. Здесь, в этой камере, у нас бриллианты. Мешок с бриллиантами похищенными. Просто жесть. Вообще, ребята, я просто в шоке. Но как сюда попасть, я вообще не понимаю. Возможно, может быть, вот это ключ-карта? Нет, она тоже не проходит. Я реально, ребята, не знаю, что нужно. Так, давайте, наверное, посмотрим, что еще есть. Возможно, я что-то упустила. Смотрите, кстати, вот здесь вот есть... Опа! А тут-то у нас секреточка. Так, ребята, давайте посмотрим, что здесь. Я не знаю, что сюда прикладывать. Давайте попробуем. Да, ключ подходит отлично. И здесь у нас... Офигеть! Так, что это такое? Здесь какой-то секретный, просто жестко секретный туннель. Я не знаю, ребят. Так, я куда-то вышла. Я-то вышла вот сюда. То есть здесь никак не пройти по ту сторону. И здесь только можно по этому секретному туннелю пробраться. Вот это прикольно. Давайте, наверное, сейчас я попробую использовать вот эту штуку с бомбой. Как работает у нас наверху. Но почему-то, судя по этой двери, я вообще не уверена, что у нас работает. Но давайте попробуем. Взрываем бомбу. И сработало. Офигеть, сработало. Но дверь не открылась до конца. Что? Дверь до конца не открылась. Как туда пробраться, если дверь до конца не открылась? Офигеть. Хорошо, давайте попробуем еще раз взорвать. О, два раза надо взорвать эту дверь. И тогда мы проберемся. Блин, жесть просто. И здесь, короче, куча биткоинов. Здесь мешок с биткоинами, который можно забрать. Короче, нам добавили новый мешок. Я хочу посмотреть, есть ли у нас он в инвентаре. Смотрите, вот есть просто такой мешок с деньгами, как и был раньше. Но с биткоинами нет. То есть теперь биткоины, алмазы и все такое. Возможно, здесь есть еще какие-то секреты. Я еще в очень многие комнаты так и не пробралась, ребят. Я не знаю, если честно, есть тут что-то или нет. Смотрите, здесь есть еще какие-то кнопки. Но я реально не знаю, что они делают, как они работают. Они вообще не работают, мне кажется. Эти кнопки очень сильно похожи на кнопки, которые есть в полицейском участке, которые есть в пожарном участке, в больнице. Короче, это кнопки очень сильно похожи на это. Но я не знаю, как это вообще открыть. Смотрите, эти кнопки, они тут везде. Хорошо, давайте попробуем теперь, я не знаю, приложить карту. И смотрите, дверь открывается. То есть карту мы изнутри можем приложить, но туда мы можем пройти только с помощью вот этого секрета, который я открыла. Я еще не пробралась в ту штуку, и я не знаю. Давайте попробуем еще раз пробраться и посмотрим, может быть, сработает ключ. Возможно, я не смогу туда пройти, и мне нужна будет именно ваша помощь в комментариях. Возможно, вы поймете как. Давайте попробуем еще раз ключ-карту. Смотрите, здесь точно не обычный ключ, потому что здесь видно, что все для ключ-карты. Но давайте попробуем. И прикладываем. Нет, нифига, оно не открывается. Я, ребята, не знаю, я так и не поняла, поэтому вы мне точно должны написать в комментариях, что мне делать, как мне пройти в ту секретку. Место вообще очень крутое. Кстати, я еще не знаю, как пройти вот в эти места, поэтому вы тоже напишите, пожалуйста, мне в комментариях, что нужно вот здесь вот прикладывать или что делать, чтобы туда пробраться. Я вообще не понимаю. Поэтому жду вашей помощи в комментариях. И, конечно, напишите, как вам новое обновление.